доброго времени суток всем друзьям продолжается мое погружение в новый для меня проект gta 5 rp мы находимся на сервере red edge я пытаюсь разобраться и понять в механиках работы этого сервера этого проекта пока у меня выходит не очень хорошо и в предыдущих сериях я несколько раз облажался все мои проблемы из-за моего невнимания в прошлой серии я не взял нужный мне рабочий транспорт из-за этого я сейчас бегу еще на чем же мне дальше продолжить скутере на котором я ездил развозил посылки кончился бензин поэтому мне ничего не осталось как бежать пешком до ближайшей станции где можно взять что-то в аренду но и вот я как раз на такой станции нахожусь цены вы можете видеть я полазил посмотрел хотел сначала взять мотоцикл побыстрее будет но цены на мотоцикл кусаются ну и тут представлен еще элитный транспорт на который тоже вы цены видите поэтому мне ничего не остается как взять малолитражку подобие вот этого смарта и продолжить уже развозить посылки на нем ну и можно пока разъяснить что прошлая неприятность бензина у меня случилось из-за того что когда вы берете арендный транспорт на этом проекте он не с полным баком и вот эта машинка тоже у нее неполный бак залит но понять это можно только столкнувшись вот так как я с такой неприятной ситуации изначально в машине вот такое количество бензина и полный это бак или нет ну теперь то я знаю что это не полный потому что иконка горит желтым если бы был полный бак вот молодец рп пошло если бы был полный бак иконка была бы белая потом она желтеет и потом она краснеет но это можно понять только вот таким способом как я на своих ошибках и вот еще проезжал я магазинчик дешевых автомобилей хотел показать какие здесь есть дешевые автомобили ну в общем так чему стремиться вот это самый дешевый автомобиль на этом проекте он стоит пятнашку ну и дальше любой автомобиль уже идет по возрастанию они все представлены вот таком как бы и сарапа на убитом состоянии но это вот магазин дешевого транспорта это как бы изначально мне надо стремиться заработать хотя бы 15 тысяч чтобы у меня были свои колеса своих колес на проекте нету весь транспорт здесь арендуется ну и видно магазинчики по представленным моделькам да как меняется их внешний вид в зависимости от цены то есть чем лучше внешний вид тем цена конечно же больше ну а первоначальной машинки мы уже видели это такие царапанные какашечки очень жаль что нет возможности купить свое бюджет на какое-то авто вот кстати такая же машинка как видите вот она стоит ну и в общем то очень непривычно играть когда ты не можешь себе даже свой велосипед купить ну и в общем я продолжил работу в почте тут и не понял что такое случилось машины стоят с фарми включенными разбросаны по дороге тут какая-то ситуация случилась или это просто так люди побросали арендные машины не понял я в общем дальше я продолжил развозить почту уже на такой машинке я уже показывал что почту надо развозить обязательно выйти из машины и подбежать по адресу ну а дальше в общем то все стандартные одинаково садимся в машину подъезжаем на адрес бежим ставим отмечаемся на этой точке все посылка доставлен так надо разнести 10 посылок ну и на данный момент из тех работ которые я уже здесь видел уже показал это наиболее интересное здесь есть хоть какое-то промежуточное движение между поездками от точки а до точки б я конечно еще очень мало повидал на этих проектов и для меня это новый проект gta rp но как-то мне вот все это на рабочее направление становится скучным она какое-то все однообразное именно поэтому работу курьера я выделил отдельно она хоть с каким-то разнообразием и вот я вернулся чтобы показать как надо правильно делать не как я сделал прошлый раз первым делом надо взять рабочий скутер он конечно не такой быстрый какой был у меня но все-таки он бесплатный у него 100 с лишним литров бензина это хватает на весь маршрут и дальше идем на эту точку и здесь уже получаем посылку вот она в руке все садимся и начинаем развозить тут я увидел два разновидности скутера вот такой вот и тот что арендуется вот арендованный вам побыстрее пошустрее гораздо этот конечно помедленнее поэтому работа будет чуть длиннее и вот еще одна приехал я на точку и никак не могу найти вот видите точка на карте не горит ее не видно есть небольшой баг . то есть но она закрыта вот этой вот иконкой домика сама . находится под домиком ее найти очень сложно и все было бы не так сложно на самом деле если бы этот адрес был на первом этаже но он немного не часто вернее выпадает но вот есть такой адрес надо вот туда подняться если вы . доставки была на первом этаже вопросов вообще не было но . доставки на третьем этаже ее визуальном не было видно то я поднялся просто проверить и да действительно оказалось вон она в конце пожалуйста все доставили получили 62 доллара как рассчитывается зарплата я на самом деле не разобрался ну и следующая мне небольшая претензия это по маршрутам посмотрите сколько надо ехать для доставки это же пипец а сколько тогда ездят дальнобойщики на этом проекте вот я что-то не особо понимаю дальнобойщики находятся здесь внизу в принципе но тот же самый маршрут для дальнобойщика может быть там на 500 метров дальнобойщик ездит подальше и это причем не самый большой маршрут они выпадают очень часто вот пожалуйста выпал следующий еще этот поменьше правда чем предыдущий но все равно сколько же тогда здесь надо ездить дальнобойщиком то я вот я не понимаю если здесь курьер гоняет через всю карту но и забегая чуть-чуть вперед скажу что даже водитель автобуса столько не ездит на этом проекте и вот кстати мне выпал опять тот же самый адрес но заметьте теперь иконка горит нормально все вот она светится красным цветом и все потому что этот заказ в квартиру которая куплена поэтому иконка зеленого домика не перекрывает ее ее хорошо видно и направление стрелочки наверх поэтому с такими заказами вопросов не возникает но если заказ в некупленный дом то иконка к сожалению перекрывает это вот небольшой баг который можно было бы принципе и поправить ну все вот принципе вы помните да мы сюда уже бегали доставляли вот сейчас доставка как образуется здесь оплата я на самом деле не понял то 60 то 300 бог знает но скорее всего это с учетом випки потому что мне включили випку на один день плюс прокачанный уровень и дальность доставки ну и вот я вернулся обратно в мэрию что посмотреть открылись ли нам новые вакансии до новые вакансии открылись но я пока не могу взять потому что мне надо пойти и уволиться но пойду уволюсь я наверное уже за кадром на этом видео у меня все как видите денег я пока заработать не смог дом не купить не на что машины мне своей нету поэтому мне приходится стоять греться возле помойки возле горящей бочки не знаю пока я вижу что очень и очень сложная экономика она какая-то несбалансированная что ли приходится очень много задротить чтобы заработать какую-то маленькую копеечку хотя изначальные цены да а дом здесь стоит я уже показывал первом видео 40 тысяч минимальная машина стоит 15000 как это все заработать я пока не очень понимаю но я продолжу погружение свое в этот мир попробую все-таки чего-то добиться но это мы увидим уже в следующей серии а на этом у меня все всем удачи всем спасибо всем пока